Дорогая молодёжь, слава нашему Богу! Слава Богу! Жив Господь и жива ваша душа! Слава Богу! Вовеки живите, не грешите, никогда не болеете и будете там, где вот написано. Наследники Царства Небесного. Слава Богу! Братья и сёстры, как же попасть туда? Каким надо быть? Я вспомнил такие слова интересные, друзья мои. Когда устанешь ты в пути суровом, когда камень ноги разобьёшь, откроешь вновь себя твое Божье Слово, в Нём утешение для души найдёшь. Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, это нас сегодня открыляет. Это утешает нас, что в Господнем Слове для нас есть утешение и радость. Для нас есть жизнь и благословение. Слава Богу! Слава Богу! Братья и сёстры, сестра Таня говорила и сказала, что у меня четыре дочери, четыре сына, и я говорю, господи, у меня тоже четыре дочери, то есть четыре дочери, четыре сына. Кто мне спрашивает, сколько детей? Я говорю, four by four. Так и смеются. Друзья мои, слава Богу! Слава Богу! Братья и сёстры, я благодарен Богу за вас, вот христианская молодёжь. Вы знаете, кто братья постарше, брат Григорий, брат Степан, они вспоминали свою юность, свою молодость. Да и я, друзья мои, такой уже молодой, вспоминаю, как мне тоже тайно одному преподавали водное крещение, аккуратно, осторожно, чтобы никто не видел, не дай Бог заметит, братья и сёстры, братьев посадят. Для вас сегодня такие прекрасные, друзья мои, и конференции, и кемпы, и лагеря. Молодёжь, благодарите Бога. Благодарите Бога день и ночь, что вы родились в христианских семьях. Что ваш лучший удел, друзья мои дорогие, на этой земле. Вы скажете, много богатых людей, миллиардеров есть на земле? Да. Друзья мои, их жалкий удел. Их деньги не спасают. Кто-то сегодня говорил передо мной, да? Был богатющий человек, но что? Счастья не имел. Золото его не спасло, братья и сёстры. Правда? Да. Мы ничего не имеем, друзья мои. Мы не миллиардеры. Мы скромно с вами живём. Но у нас есть великое наследство в небе. Слава Богу. Слава Богу. И в этом, братья и сёстры, наше счастье. Слава Богу. И наше благословение. Аминь. Дорогая церковь, дорогая молодёжь. Ваш лучший удел. Ваша лучшая доля. Ваша лучшая часть. Она в Господе и Иисусе Христе. Слава Ему. Слава Богу. Друзья мои, вспоминай такое место с Писанием. Ещё немного. Очень немного. И грядущий придёт и не умедлит. Праведной верою жив будет. Слава Богу. А если кто поколеблется, не благовлит тому душа моя. Но, друзья мои, на этом не заканчивается Божье Слово. Но оно говорит, продолжая. Но мы же не исколеблюшись на погибель. Но стоим прямо в вере ко спасению нашей души. Слава Богу. Братья и сёстры. И мы должны быть благодарны Богу, что Он нас избрал. Вы знаете, недавно беседу с одним человеком. И он говорит, ты мне скажи, вот почему Бог вас избрал, а нас нет? Я говорю, я не знаю, брат. Я не знаю, почему. Что во мне Бог хорошего нашёл? Но когда в тебе сегодня Слово звучит, почему ты не принимаешь? На кого ты обижаешься? На Бога? Или на меня, что я христиан, а ты нет? Скажи, на кого ты обижаешься? Тебе стучит? И в Англии звучит? Да, звучит. Принимай, и будешь блажен. Правда? Друзья мои дорогие. И Иисус взрослый на Голгофе за всякого из нас был разу. Правда? За всех людей. И если ты сегодня примешь, будешь блажен и благословен. Ты будешь наследником вечного царства. Но если ты отвергнешь, пиняй на себя, на Бога не обижайся, на христиан ничего не говори. Ты сам такой выбор сделал. Бог дал тебе долю в жизни. Бог дал тебе молодые и юные годы. Бог дал тебе здоровье, всё нужное, необходимое, чтобы ты нашёл Его. Он говорит сегодня, друзья мои, везде и повсюду. Правда? Он дал нам лучше, чтобы вы слышали. Дал нам глаза, чтобы мы видели, друзья мои. Дал нам любящие сердца, чтобы мы любили. А наши руки трудились своими Господа. И наши ноги шли по путям правды Господней. Слава Богу. Братья и сёстры, вспоминайте повествование Левитам Кази 14 глава. Вроде да. Друзья, братья, проверьте. Там было посвящение Левитов. То есть, вернее, потом, дальше чуть посвящение. Но в начале было очищение прокажённого человека. Друзья мои, какой там тщательный процесс проходил этот бедный, который был когда-то прокажённый. Как он священнику показался, как священник над ним проводил вот эти все, так сказать, атрибуты, которые нужны были для того, чтобы осветиться, очиститься. И, в конце концов, на голове его елей. На крае уха его кровь елей. На большом пальце кровь елей. На ноге на правой тоже на большом пальце кровь елей. Для чего это, друзья мои? Ну, можно подумать, прочитал. Я не знаю, для чего это. Зачем так кровь на ухе? Зачем на пальце, на ноге и так далее? Братья и сёстры, я думаю, мы сегодня понимаем, правда? Наше ухо помазано слышать голос Божий, читать Евангелие, разуметь его. Бог дал нам это помазание. Слава Богу. Друзья мои, в этом наша хорошая, благословенная доля во имя Иисуса Христа. Правда? Чтобы наши руки зла не делали, Бог помазал наши пальцы кровью и елей. Слава Богу. Чтобы мы делали добро, жили для Бога, Ему служили и были благословенны в этом мире, друзья мои. Зачем на ноге елей, братья и сёстры, и кровь Агнца? Зачем? Для того, чтобы я и вы, молодёжь, чтобы мы с вами ходили путями Господней правды. Слава Богу. Братья и сёстры, приведу мне такой пример, я слышал одно очень интересное свидетельство. Один брат, живя на Сахалине, рассказал такую быль. В их посёлке был знаменитый военный человек-полковник, который однажды сел на паром и отправился на Курильские острова. Кто знает биографии, друзья мои, и думаю, вы понимаете, где это? И когда подняла сильная буря, вы знаете, он начал этот корабль штормить, этот паром перекашивает, всё трещит. А плыть в 19 часов. Немало, друзья мои, немало. И когда он плыл, друзья мои, видит, что всё, конец жизни, и человек начинает мыслить, что же делать? Куда обратиться? Кто меня может спасти? И начал к Богу обращаться. Господи, если ты есть, ты меня спаси. Не дай мне здесь погибнуть, я приду. Если я живой остался, я буду тебе служить. Я буду благословенным твоим сыном. Только спаси меня от этой стихии. И Бог даёт на память ему. У тебя в портфеле есть маленькая герцовская Евангелие. Вы знаете, он взял эту Евангелию. Может быть, друзья мои, кто-то из вас слышал её свидетельство. Меня очень тронуло моё сердце. Знаете, он начал читать второпятые Евангелия и даже не заметил в этом шторме, как прошло 19 с лишним часов, и они причалили к пристани на Курильских островах. Друзья мои дорогие, он там побыл в своё время, сделал свои дела и начал возвращаться обратно домой на Сахалин, но уже обратно возвращается не просто, друзья мои, не знающий Бога, а уже боговоязвим человеком, которого Бог спас и которому Он слово сказал, если ты меня спасёшь, я буду тебе служить. Братья и сёстры, но читая Божье слово, он много не понимал. Ну как же, что же мне делать, как мне найти, что такое Божье слово, как от Него возрастать и так далее. И когда оно порой приплыло обратно уже без шторма, приходит в свой дом, и вы знаете, сел в комнате, раскинул руки на диван, и говорит, Господи, слава тебе, я уже дома. Берёт, открывает Ивангелие своё, и открывает место. Может быть, я слышал уже, может быть, я тебе это рассказывал, не знаю, друзья мои. Та же самая глава, что брат Степан читал, вторая глава первого послания апостола Петра с 4 стиха. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Слава Богу! Ну, друзья мои, почему-то взгляд его пал не на эти стихи, которые я прочитал, а чуть выше, на второй стих. И когда он начал читать, или смотреть на него, открываются двери из другой комнаты, и выходит жена его. Молодая жена на своих руках держит грудного дитя, сына его. И его сына держит на руках свои. И малыш закричал, хочет груди, хочет молока, хочет кушать. И его глаза падают на этот стих. «И как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Господи, слава Тебе! Ты через моего сына, через моего младенца открыл мне, что такое есть Божье Слово. Это живительное, блаженное, святое, живое молоко. Слава Богу! Слава Богу! Драгоценное слово. Братья и сестры, и так этот полковник, военный человек, стал христианином. И брат рассказывал, что примерно год назад в его части, где он служит военным человеком, уже 30 человек, военных людей, члены церкви, принявшиеся то его для крещения, крещены Духом Святым. И все, многие люди, если какая-то проблема, у кого они идут к полковнику. Потому что знают. Он, ну, знаете, у них же были друзья, как они были, не знали Бога, много друзей, военные люди, знаете, где-то общались, какие-то кемпы, какие-то встречи и так далее. И все узнали, что Бог его спас на пароме, что он дал Богу обещание Божие, спаси меня, и если спасешь меня, я тебе буду служить. И все люди посылали, если хочешь куда-то лететь или ехать, пойди к полковнику, он спросит Бога своего, и он скажет тебе, лететь или налететь, будет буря, не будет бури. Братья и сестры, это хорошо, правда? Когда люди говорят, пойди к нему, он скажет тебе, он скажет тебе, что тебе делать, поэтому, друзья мои, как важно сегодня быть этим живым камнем. Живые камни, друзья мои, они войдут в небо. Не иначе, друзья дорогие. Я хочу вас спросить, вы когда-нибудь в вашей жизни видели живого камня или нет? Друзья мои, что такое живой камень? Слава Богу, в Америке очень хорошая дорога. Везде асфальт, бетон, очень красивее. Но бывает, здесь вот до вас гравийка небольшая, да, есть камешки. И если не опытный водитель на большой скорости едет, да, а навстречу идет машина, то, господь колеса от той несущейся машины выпрыгивает камешек и прямо тебе в окно, правда? Прячется, не прячется, ничего не съест, он как живой камень, прямо тебе в лобовое окно и разбил. Братья и сестры, но я не хочу сегодня за этот камень проповедовать. Но я привел пример. Хочу привести библейский пример. Анания, Божий муж, которому Господь проговорил, иди в какой-то дом, на такую-то улицу, там есть сад, он теперь молится, иди, возложи на руки тобой избранный сосуд. Братья и сестры, Анания был живым камнем, с которым говорил живой Бог. Слава Богу! Друзья мои, если мы с вами мертвые камни, с нами Бог не будет говорить, но если мы с вами живые камни, рано или поздно Бог с нами заговорит, Бог даст нам труд, Он даст нам свое посланничество, Он пошлет и скажет, что нам делать, что нам говорить, и как нам поступать, и как нам жить. Анания говорит. Господи, я слышал об этом человеке, как много зла сделал он твоим святым в Иерусалиме, и с этим же поручением от Преосвященника и пришел сюда, да вы здесь вязать христиан и влечь их туда. Но Бог говорит ему, Анания, пойди, Он теперь молится, Он мой Истинный Сосуд, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня. Слава Богу! Братья и сестры, и я уверен, что после этого момента, когда пришел Анания, положил на него свои руки, помолился Богу, саму прозрел, на него пошел Дух Святой, он стал живым камнем, слава Богу, он стал иным человеком, который был способен слышать голос Божий и уже не идти против Бога, против рожна, но идти так, как Бог договорил ему или давал ему, друзья мои, понимать его труд, его путь на этой земле. И вы знаете, он очень много потрудился, правда? Очень много потрудился. Братья и сестры, очень много потрудился, был живым камнем. Итак, друзья мои, что же такое живой камень? Я хочу такой примером принести. Много здесь сестер, я думаю, вы все когда-то в жизни своей делали желе. Братья и сестры, знаете, что такое желе? Да. Хорошее, сладкое, вкусное, очень, правда? Оно не совсем жидкое, да, но такое оно, ну, немного жидкое, немного густое. И если вот это желе наливать какую-то посудину, да, налили в стакан его, вот, забрали стакан, оно приняло образ стакана, оно немножко постоит и начинает садиться, правда? И принимает другой образ. Налили в другую посудину, немножко постояло, оно форму принимает той посудину, в которую вы налили его. Или положили. Друзья мои, живой камень, это христианин, податливый на Божье воздействие, на Божью обработку. Так как глина в руках горшечика, друзья дорогие, так мы с вами, как живые камни, в Господних сегодня руках. Слава Богу! Братья и сестры, если он хочет сегодня с меня что-то слепить, своего сына или дочь свою, брат, мой сестра, не упирайся, поддайся на его Господнюю обработку. Он сделает себе свой сосуд, который он будет употреблять по его воле, для его славы. А ты только скажешь, Господи, я твой рад, да будет не по слову твоему. Слава Богу! Братья и сестры, как важно сегодня быть этим живым камнем. Ну, приведу три примера ярких, братья и сестры. Скажите, когда Стефана побивали, да, побивали люди, которым он говорил Божье Слово, которым он свидетельствовал, которым он правду говорил и написывал в 6-й 7-й главе, да, Деяния Апостола, они скрыжетались зубами, они рвались сердцами, друзья мои, и в конце концов, кидали этого мужа Божьего камни, да, это были живые камни или нет? Нет, друзья мои, это были мертвые камни, это были камни злобы, это были камни убийства, это были камни зла, разъяленные люди убивали Божьего мужа, правда? Это не живой камень, друзья мои, вспомните еще одного Божьего мужа науфея, Ахам захотел взять его виноградник или поменяться с ним вместо своего воштого сада и говорит, отдай мне его, и я тебе вместо него лучший дам, науфей сказал, Божий муж боящихся вода, храни меня Господь, чтобы я наследство моих отцов мог тебе отдать, он опечалился, пришел домой, не ел хлеба, лег спать, жена пришла и заведет ему и говорит, а почему ты печален? Он рассказал историю за этот виноградник, да не переживай, что ты засадь, и я тебе завтра доставлю виноградник науфея, он будет твой, правда, друзья мои? И что? Эта коварная женщина нашла ложных свидетелей, которые сели спереди и клеветали до Божьего мужа науфея говорили, мы слышали, он пулил имя царя и имя Бога, и без суда, без следствия вывели, друзья мои, в его же виноградник, побили камнями и умер науфея. Помните, друзья мои, кто читает Божье Слово, Бог позадает Рок Илью и возвещает Слово Ахаву и Изавели, так с вами произойдет, вашу крову будут псы это случилось, а Изавель псы съели. Друзья мои, это было Богослово через живого камня пророка Илью, правда? Он был живым камнем пред Богом. Друзья мои, это тоже были камни мертвые, это были камни неживые, это были камни, друзья мои, злобы, ярости, гнева, коварства, побивая мужа Божьего науфея. Братья, есть один пример в Сеченом Писании, и вы все его очень хорошо знаете, Давида и Голиафа, правда? Там был живой камень, который Бог направил в нужное место, с нужной силой, для того, чтобы посрамить дьявола в лице Голиафа. Слава Богу, друзья мои, а почему? А потому, что Давид был, друзья мои, живым камнем, и если он только услышал эти слова, которые я тут Голиафа говорил, да, понося воинство Господя Израиля, загорелся огонь внутри него, друзья мои, он говорит, я пойду, я сниму голову с этого не обрезанного, братья и сестры, и Бог его что? Употребил, потому, что у этого мужа была ревность по Боге, он был живым камнем, который Бог использовал, и с его руки в живой камень попал туда, куда Бог хотел. Слава Богу. Братья и сестры, я не хочу, чтобы сегодня я, или вы, или мы, друзья мои, в нашей пазани, или в наших руках, или в наших карманах посыпи камни, чтобы когда-то, кого-то им достать. Храни вас Господь, дорогая молодежь, ни на кого не кривищите, ни на кого не обижайтесь, и сами никого не обижайте, не носите при себе эти камни, которые убивают людей. Братья и сестры, носите живое, святое, Божье Слово, и оно способно сделать вас живым камнем. Слава Богу. Итак, друзья мои, мы услышали несколько примеров, правда, за живые камни. Какие они и как они поступают. Бога Давиде сказал, я избрал мужа по сердцу моему, он исполнил все мои хотения, все мои желания. И Давид был таким, правда, был гоним, был страдалец, его обижали многие годы, но он был живым камнем в Божьих руках, и Бог сделал с него великого царя Израиля, слава Богу. Великого певца Сиона, мы сегодня читаем его стихи, мы, друзья мои, поем те песни, которые он когда-то зачинял, пася своих орех, ибо взял в него пасущий Божий народ, правда? Слава Богу. Итак, друзья мои, что же делать сегодня нам? Божье Слово предлагает нам и сами, как живые камни, Друзья мои, нам хорошо слышать про тех камней живых людей, которые были перед нами, и, может быть, даже сегодня есть такие, да, которые живут по воле Господней и исполняют Божью волю, Божью волю, и являются этими живыми камнями, способными возвестить Божью волю, способными пойти туда, куда Бог их почет, правда? Это правда, друзья мои, дорогие. Бог употребляет живого камня, мертвый камень того не сделает, что хочет Бог. Если ты, брат и сестра, молодое, юное сердце, податливый на Господнюю обработку, то он сделает с тебя живого камня, только ты не сопротивляйся, не иди вслед этого мира, не подражай этому миру, не люби мир не делайте этого. Ваша лучшая доля, ваш лучший жребий, ваш лучший удел, ваша лучшая часть. А почему? А потому, что она в Господе. Слава Богу. Итак, друзья мои дорогие, еще один пример. Тоже брат приводил. Насколько Бог слышит молитву живого камня. Встретает от него один верующий человек своего, ну, сарапотика по работе. Он работал водителем и говорит, ты знаешь, я знаю, ты верующий человек, помолись за меня, я не могу бросить курить. Долгие годы я уже мучился, что я не делал, я не могу бросить курить. Ну, нет проблем, давай помолись. Прямо там на дороге стали, брат поднял руки, сказал, Господи, я прошу тебя, во имя Иисуса Христа, освободи этого человека, это зависимости, освободи его, аминь. И он говорит, это все? Да, что ты за, как это все? Да, это все. Друзья, брат пошел в свое место, этот человек поехал на пару дней в командировку, возвращается оттуда, и там в гараже встречает своего друга, который идет навстречу ему сигаретой, давай закурим, давай. Тот выходит с машины, за которого брат молился, взял сигарету, затянулся, друзья мои, и закричали, дайте воды, принесли воды, полили на него водой, отрусили его. Он поднялся, что с мной было? Ну, рассказывают люди так. Он начал вспоминать, и пришел к тому брату и говорит, брат, проси меня. Я тогда махнул рукой, что-то за молитва, но Бог тебя услышал, Бог меня освободил, от сегодняшнего дня. Уже прошло несколько лет, и я уже не курю. Мне это даже запах, запах этого дыма, где-то я рядом, я не могу, мне что-то делается внутри. Бог так освобождает, друзья мои, по молитве живых камней. Слава Богу! Братья и сестры, как важно сегодня, если люди говорят вам помолить, помолитесь во имя Господа и Иисуса Христа, скажите Ему несколько слов, скажите с верой, и Он ответит вам Слава Богу! Братья и сестры, я уже примерно год, в конце вот этого месяца будет год дружусь немножко с братьями на христианских каналах. Может, кто из вас тоже знает программа, такая называется Азелу, там есть канал Библия, есть Христос, Путь Истина и Жизнь, и Христианский канал, много других каналов. И вы знаете, друзья, в нашей церкви есть одна сестра, может, кто-то из вас знает ее, Розумовская Марина, Олег, Лида, родители ее, она в этом году, вернее, еще в том году, но уже вот не только недавно приехала, поехала миссионерскую поездку от нашей церкви на 11 месяцев по многим странах, и Африка там, и Вьетнам, и Болгадеш, и Непал, и другие, Индия, в многих местах она была, и вот одной стране она позвонила своим родителям, папа, мама, беда, и я умираю, заболели несколько человек малярией, это страшная смертельная болезнь, три дня тебя судороги, три дня температура очень большая, если нет лечения, человек сгорает и умирает, ну, позвонила отцу и матери, куда я звоню, друзья мои, конечно же, молились Бог, вот, ну, ночью звонит мне Олег, не понял, Олег или Лидов, ну, кто из них звонит, родители, брат Петро, мы просим молились за нашу Марину, а что такое, ну, рассказали, и там еще передать им тоже один брат, тоже, юноша, который проповедовал, он, на английском языке, и многие люди каялись, к нему Бог приходили, они тоже, целая группа заболели малярией, и вот такая ужасная ситуация, братья и сестры, я на канал братьям передал 101, и вы знаете, мы три дня поселились и молились, и в церкви, и на этом канале, вот, по многим странам братья русскоязычные подключились и молились о Богу, и вы знаете, через несколько дней Олег не звонит в брат Петро, Бог услышал молитву народа своего, слава Богу, Бог исцелил мою Марину, Бог исцелил всю ту группу, которая была смертельно опасно, так сказать, болела, вот, говорит, ночью лежали под каплей несомнений молодые люди, последние сутки, друзья мои, три часа ночи, один брат первый, вот, когда дежурили врачи, вот, ну все, горит человек, ничего не могут помочь, вот, в три часа ночи встал с постели, начал стримать себя, эти, там, провода, эти всякие капельницы, трубки, кричат врачи, что ты делаешь, умрешь, он поднял руки, бежит по коридору, кричит, у меня Бог исцелил, я здоровый, я ничего не чувствую, за ним поднялась одна сестра, другая, третья, восемь человек, братья и сестры, и в том числе, это Марина, и Бог их исцелил, слава Богу, они умирали, но братья и сестры, есть живые камни, которые молились, молился Божий народ, и Бог имел свою великую славу, она приехала, друзья мои, к нам в город, возвратилась домой, была в церкви, свидетельствовала, плакала, благодарила Бога, за такую великую милость, как это важно, молитва твоего человека, или тех людей, которые являются живыми камнями, братья и сестры, итак, смотри, первое, и сами, как живые камни, не кто-то, друзья мои, но мы сами, я, вы, здесь сидящие, будьте живыми камнями, поддавайтесь на Божью обработку, и даже если вас наказывает, или облегчает, друзья, принимайте это, не противитесь Богу, не ропщите на свою судьбу, на свою долю, брат или сестра, может быть, ты уже в годах, еще не вышел замуж, или не женился, доверяй Богу, Он даст тебе то, что ты просишь у Него, и если ты будешь живым камнем, то Он услышит тебя, Он увидит тебя, может даже проверит тебя, но милости не отнимет, но поможет тебе, слава Богу, слава Богу, друзья дорогие, как хорошо, когда смотришь, да, кто-то, братья и сестры, есть живые камни, правда, проповедуют, поют, молятся, какое-то дело делают, и Бог их благословляет, да, а ты со стороны сидишь, и думаешь, ну как же мне быть таким, друзья мои дорогие, дам вам совет, очень работает, я на себе, братья и сестры, испытал его, я почему-то ночами не могу спать, не могу, друзья мои, очень тяжело уснуть, очень трудно и печально, и вы знаете, пришла такая мысль, вставай утром и молись, я не помню, кажется, в прошлом году я здесь был, тоже я это говорил, я не знаю, да, вставай в 6 или 5 часов утра, час, помолись, хоть с полчаса почитай Библию, и ты увидишь, целый день ты будешь живым камнем, Бог будет тебя менять, а если Он тебя поменяет, брат и сестра, по твоим молитвам, по чтению Библии, Он поменяет твое сердце, и если смотрел на других, чтобы кого-то поменять, и не так поступает, то ты уже никого не будешь видеть, только будешь видеть себя, как Бог тебя меняет, а когда Бог тебя поменяет, тогда вокруг тебя все поменяет, слава Богу. Мы часто, друзья мои, хотим кого-то поменять, что-то вокруг нас сделать, но вот не так, не так говорят, не так поют, не так одеваются, не такие прически, многие-многие другое. Мы кого-то увидим, друзья мои, Бог наши глаза так сделал, что мы себя не можем, раз и только что в зеркале, правда, увидеть, а мы видим других. Но, брат и сестра, поменяйся ты, и потом вокруг тебя все поменяется. Итак, друзья мои, первые, и сами, как живые камни, далее, друзья мои, устрояйте, вы знаете, можно в нашей жизни не устроять, а кого-то строить, да, сыновья и дочери строят своих особей матерей, да что вы так одеваетесь, да вы так, я это уже, ну не знаю, но оденитесь как другие люди и начинает сын или дочь строить своего отца или свою мать, да, да вы не такие, да вот, посмотрите, как и тот отец и мать, а вы, а что вы на себе, на что вы похожи и так далее. Братья и сестры, не делайте это, это ваши родители или своих братьев и сестров тоже не стройте, но устрояйте из себя. Друзья мои, дорогие, мы можем кого-то строить, мы можем кого-то видеть, мы можем кого-то поправлять, но Божие строго твое слово говорит, и сами как живые камни устрояйте, не стройте кого-то, не ставьте на место, но сами устройте Божье дело, устройте себя, устройте свою жизнь, и Бог вас благословит, смотрите, третье, или, да, третье, и сами как живые камни, это первое, устрояйте из себя, это второе, третье, дом духовный, братья и сестры, как же построить духовный дом, вот я просил вас, и сегодня буду еще просить, братья и сестры, начните утро молиться, вставайте на час раньше, братья и сестры, поверьте, это работает, очень сильно работает, когда вы начинаете утро молиться, когда еще говорят, все зло, спит, как когда-то говорил, Божий муж, живой камень Давид, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобой, помните, утром на заре, он Бога прославлял, поэтому был живым камнем, друзья мои, когда вы это будете делать, вы будете жить, и Бог вас будет употреблять, ну бывает так, что мы так, вышли из дома, даже не помолившись, пошли на работу, или в школу, или какой-то калыч, и так далее, и забыли помолиться, братья и сестры, никогда из дома не выходите, не помолившись Богу, друзья мои, если вы израильтяне в Египте, не послушали Господа, не послушали Моисея, и не помазали косяки кровью, друзья дорогие, было два условия, помажьте кровью Агнса, и не выходите на улицу, и если вы это исполните, то будете жить, они так сделали, все до одного, правда? Никто не пренебрег этим советом, никто не, а что там может быть, там какая там кровь, какие там косяки, почему не выходить, ночь хорошая, выйду, повеселюсь, но нет, друзья мне, они все боялись, трепетали, потому что Бог сказал, всю ночь пройдет ангел-губитель по Египту, и всякого первенца истрелит, и каждый еврей, обувь на ногах, одетый, припоясанный, посад в руке, с поспешностью, кушали ту жертву, друзья мои, того Агнса, и были готовы к выходу, два условия исполнили, помазали свои дома, как Бог сказал, и на улицу не выходили, братья и сестры, скажите, второй пример, почему женщина Раал по имени, в Ериконе спаслась, почему, друзья мои дорогие, у нее тоже было два условия, Божьи люди сказали ей, пригласи кого-то, только зная своих родных и близких, повесь на окно твою, там, эту черлемую нить, помните, символические крови Иисуса Христа, правда, и не выходите на улицу, друзья мои, пришла беда на весь Ерикон, без войны, без ничего, воскликнул весь Израиль, затрубили в трубы, закричали, и обрушились серые реконские, друзья мои, ну а как память их веры, дом Раавы стоял, и все, кто были в доме, были спасенные, почему, потому что исполнили два условия, черлемая нить неси, знак крови, друзья мои, как на косяках в Египте, правда, и не выходите на улицу в Египте, не выходи из дома в Великоне, и там Бог спас, и там Бог спас, слава Богу, слава Богу, братья и сестры, Бог немногое требует из нас, вникай в Святое Божье Слово, и молись, обращайся ко мне, это два условия, и ты будешь жить, и ты будешь жить благословенно, брат и сестра, становись на колени утром, призови имя Господа в твоей тайной комнате, призови его, он услышит тебя, он благословит тебя на целый твой день, и на твою оставшуюся жизнь, и если ты вложишь следом в свое сердце, и этот час станет твоей жизнью. Друзья, еще один совет, садись в машину, скажите, Господи, открывая двери, Господи, садись ты за руль, друзья мои, выходишь с домом, скажи, Господи, пойди впереди меня, пришел на работу, открываешь двери твоего цеха, или там, где ты работаешь, скажи, Господи, ты заходи, друзья мои, очень, и еще сильно, очень работа это слово, слава Богу, когда вы, как живые камни, пускаете Иисуса вперед, Он всегда, всегда пойдет с вами, Он вам поможет, Он вас благословит, Он будет вас оберегать и хранить, а почему? А потому, что вы Его живое слово читаете, вы в Него вникаете, и в молитве пред Ним стоите. Братья и сестры, это победа от греха, это победа от искушения, это победа от обольщения, это победа от этого мира, от искушения этого мира. Друзья, враги, молитва и чтение Божьего Слова, это две струди, через которые Бог приходит и поселяется в наше сердце, Духом Святым. Слава Богу! Когда мы читаем Божье Слово, Его Святой Закон, и когда мы молимся, Иисус сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей, правда? А Дух я за ним сказал. Поэтому, друзья мои, я буду заканчивать. Итак, смотрите, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Братья и сестры, что такое священство святое? В Израиле это были люди, отделенные от всего общества, отделенные, посвященные для Бога, на служение. Сегодня, друзья мои, мы тоже самое. Бог нас отделил от этого мира. Он отделил нас от греха, братья и сестры. Мы сегодня посвящены для Него, для Его служения, для того, чтобы слабить Его, для того, чтобы быть Его живыми камнями. Посвятите себя, свой храм, свое сердце, будьте живым камнем и устрояйтесь в жилище Божье Духом. Слава Богу! Чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу и Иисусом Христом. Итак, друзья мои, первые, смотрите. Я себе маленькую выпуск сделал, чтобы легче было другим и проповедовать. Не осудите меня. Итак, первое. Быть живым камнем, друзья мои, с которым Бог работает. Правда? Когда живой камень, тогда ты будешь устрояться. Тогда ты будешь из себя строить духовный дом или духовное здание. Правда? Дом духовный. Третий, да? Из себя дом духовный. И пятый, священство святой. Это отделенный, да? Для чего? Для того, чтобы принести угодную Богу жертву. Друзья мои дорогие, если мы не будем Божье Слово не читать, если мы не будем молиться, если мы пришли на кемп и повеселились, побегали, и на этом все, друзья мои, нет. Я не хочу, чтобы вы были такими. Вы все прекрасные, все хорошие, все благословенные. Братья, вас очень, и я люблю вас, друзья мои. И очень желаю, чтобы Бог каждого из вас благословит. Кстати, братья дорогие, мы в своей церкви уже два или три года молимся. У нас есть специальная нужда. Каждое служение, мы говорим, Господи, у нас есть юноши и девицы. Мы просим тебя, наших девиц, благослови. Когда они приходят в возраст, выходив замуж, благослови. Дай им благословенных мужей, а нашим братьям дай благословенных жен. Благослови, дабы наша церковь браками наполнилась, дабы каждую субботу отца и матери благословляли своих детей. Слава Богу. Друзья, и мы видим, брак за браком нас, слава Богу. Бог благословляет, друзья мои, поставьте себе за цель, как живой камень, скажите Господу, Господи, я хочу Тебе служить, я знаю, когда я буду живым камнем, Ты позаботишься о мне. Слава Богу. Итак, друзья мои дорогие, и так приступая к Нему, камню живому, человеком и отверженному, но Богом и избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, что приносит духовные жертвы, благоприятные Богу через Иисуса Христа. Я не уморил вас, братья? Утомил, молчите, я так понял вас. Братья, я хочу, чтобы все вы вышли сюда, служителя, давайте мы благословим нашу молодежь, совершим молитву. Братья, все служители, пройдите наперед, ставьте здесь на сцене, мы наши руки возлигнем к Богу и благословим нашу молодежь. Благословим во имя Иисуса Христа. Пожалуйста. Мир вам, мои дорогие, дети Божьи. Я только прошу одно у вас прошу. Мне один юноша говорит, я был, значит, среди молодежи был, и батюшев трудно, и хочу с ней завязать дружбу. А я ему говорю, ты хочешь жениться? Не, не хочу жениться. Зачем ты это делаешь? Не делай это. Она может задержаться, а так выйдя замуж. Хочешь жениться? Пожалуйста. Никто не против. Есть у тебя отец, мать и братья. Так что я попрошу вас, молодежь, будьте осторожны, не обижайте девочек, и девочки пусть будут разумные, знай, что у них есть родные. Это хотим сказать. Будем молиться, а вы молитесь про это. Хорошо. Друзья, мы не встань. Давайте помолимся. Обратимся к нашему Богу. Как живые камни. Слава Богу, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы пристали перед тобою, как твои живые камни. Желаю поздать и сиям. Это духовный глав. Что он и тем подала меня слави Богу. уволняем тебя благослови Сейн Небесный, благослови эту молодежь, благослови каждого и каждого девица во имя Иисуса. Напомни жизнь благодати твоей, напомни дух нас ведет благодать ваш пледа. Раба и Дер и Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, благослови, 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 чтобы все люди с удовольствия довали нас и жених нас и были жеными, жеными, с душами, китайской хреном ок AG Аланky Аланht работники для тела независима заход для плоски угол все годы до для которой нет под художках или мед короче presidential from his технолог ар죠 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok